здравствуйте дорогие радиослушатели в эфире программа политинформания радио народная волна чикаго хочу сказать что самое популярное радио на среднем западе и и ведущие геннадий брумер и эдуард брумер а сегодня у нас в гостях очень известный журналист украинский журналист шеф-корреспондент информагентства униан роман цимбалюк роман добрый вечер здравствуйте здравствуйте роман еще раз большое спасибо что такое позднее время согласились с нами побеседовать для наших радиослушателей мы тогда сразу начнем с вопроса владимир александр и зеленский президент украины вот будет год как он во главе такой большой страны как вы считаете справляется ли он со своими обязанностями вязался ли он свою игру и какие ну какие проблемы которые он не может справиться на сегодняшний день какие проблемы вы видите с которыми не может справиться на сегодняшний день может быть то что-то удачное решила уже тоже если есть плюсы какие-нибудь ой вы знаете такой сложный вопрос но на самом-то деле владимир зеленский разочаровал всех потому что когда была избирательная компания очень масса людей считала что вот поменять власти сразу мама небесная просто польется по кранам в украинских домах и квартирах часть общества считала что будет тотальная зрада или предательства если говорить по-русски ничего то не произошло на продолжается на развитие страны с таком вот неспешном ключе главная проблема очевидно что он осознал сейчас что писать сценки все-таки сложнее писать сценки все-таки легче чем руководить государством и по сути мы видим что он но не имеет кадров достаточно в достаточном количестве чтобы расставить своих людей на ключевые должности при этом мне кажется он остается искренним человеком и по крайней мере я не видел чтобы он ну как бы погряз в каких-то там скандалах коррупционных или нет но искренности в нашем деле мало такой вопрос следующие ну не подумайте что я сторонник российской пропаганды но вот если в россии в украине глубинный народ вы можете сами расшифровать что значит глубинный народ если вот такой вот в украине как вы считаете слушайте вообще вся эта ситуация зеленским она как раз и показала что действительно есть потому что я очень так подбирал слова насчет первого года руководство зеленского и вот по сути получается что вот вертикаль власти она до сих пор не выстроена но уже год практически прошел все у нас нормально главное решение принимаются и конечно пандемия с коронавирусом нас всех подломила но это касается не только украины но в целом знаете страна никуда не делась гривня никуда не делась украинский флаг никуда не делаться так что в этом плане можно даже использовать мне кажется этот термин который если не ошибаюсь придумал владислав сурков который курировал оккупированным донбассом значит рубля курил значит вы считаете что есть глубинный народ получается да а где конкретно в украине он по всей украине размазан тонким слоем или все-таки он концентрируется а в какой-то части ну например на востоке украины ну я не знаю почему восток выбрали выбрали но вы знаете у нас так все устроено что у нас граждане украины украинцы они живут по всей стране и они как раз и формируют этот глубинный народ потому что но смотрите вот опять же вот так затронули российскую пропаганду что вот они нам рассказывают как бы что на востоке одни люди живут на западе другие все они такие разные разные но тот год показал что все нормально никаких эксцессов не происходило они происходят только на тех территориях которые контролируются российской федерацией вот и все и я бы на в данном случае пресек бы попытки вот так вот как бы выделить кого-то на в данном случае все украинцы одинаково у нас одинаковые проблемы на одинаковые радости очень часто так что я думаю что ничего человеческое она людям не не чуждаем и это касается не только разных регионов украины в том числе и разных штатов соединенных штатов роман мы еще вернемся к пропаганде вообще к слову пропаганда и в особенности к российской пропаганде но у меня я хочу во первых вам сделать комплимент вы человек довольно смелый вот выступая участвуя в пресс-конференции владимира путина и задавая ему такие будем говорить непростые вопросы да не боитесь за свою жизнь конечно боюсь а почему бы за нее не бояться но у меня одна и это абсолютная для меня ценность но в данном случае вопросы на них как бы я бы не сказал что они какие-то там сложные или острые или еще этот вопрос задал бы любой украинский журналист который волей судьбы оказался бы на моем месте просто так сложилось что меня в каком-то 2008 году как отправили на корреспондентом так я вот уже сколько здесь сижу я тут всех и знаю они меня знают еще с довоенных времен просто это же ситуация вторжение она же многое изменило но я как был репортером так и остаюсь я всего-то на говорю то что по сути говорят сами российские чиновники только на нем как бы выводы из этого делают раз я их называем на российскими оккупантами и здесь не надо как бы удивляться потому что ну слушайте на части украины на российский флаг и все переговоры по этому поводу нужно вести почему-то с россиянами но так как такова дан данность роман я бы вот вас как журналисты попросил сделать зарисовку владимира путина вот как бы вы тремя пятью словами могли обрисовать этого политика вашими глазами вот если к примеру я просто добавляйте взять допустим три краски до белая черная серая какой бы краской вы рисовали портрет владимира путина я думаю на черно-белым контрастным понимаете я во первых не отношусь к нему как личности то есть понятно что это и человека как физическое лицо но в данном случае просто мы как бы начинаем вот таким страдает украинская аудитория у нас очень многие считают что вот если путин улетит на марс или на пенсию идет то все изменится во первых это спланированная государственная политика российская которая будет продолжаться и далее а насчет лично владимира путина но с точки зрения гражданина украина он развязал войну он является преступником ну это так потому что от его решение погибли тысячи людей просто когда вот время сейчас проходит как бы вроде об этом уже и многие не вспоминают даже в украине не все об этом хотят говорить но талантов у него тоже достаточно и я это тоже прекрасно осознаю сколько 20 лет власти и плюс он себя фактически пробил еще лимит на 16 лет но согласитесь это на уровне таких рекордов вообще в системе российского правления российской власти там если там вглубь на столетия посмотреть цензура всегда очень важный вопрос для любого государства сейчас проблема с коронавирусом по всему миру и вопрос заключается в том насколько точны цифры по всему украине заболевших и к сожалению умерших людей насколько власть не скрывает ту проблему которая в украине существует они не скрывают но и очевидно не все договаривают тут же можно самому проанализировать у нас страна с очень небольшим количеством тестирований и знаете кто не делаешь тесты никто и не болеет в принципе тоже выход своего рода но понятно слушайте любая властная команда пытается все вещи за которые они отвечают как-то приукрасить у нас президент постоянно выступает рассказывать сколько самолетов прилетела из китая сколько они привезли ручка такие масок и так далее так далее всякого такого но там говорит что они там тотально врут ну я не думаю но не договаривать свою пользу это тоже факт роман такой передвинемся немножко в москву в студию 60 минут вы там иногда выступали и опять же я вот поддержу своего брата эдуарда в том смысле что вы стойкий аллоган и солдат и вы видели вот двух персонажей госпожу скобей скобееву и ее мужа евгения попова заглядывали ли вообще в глаза этих людей и если да то что вы там увидели геннадий но меня дисквалифицировали по моему год или уже больше назад из этой программы но вы знаете ну что они профессионалы своего дела на неопытный репортер они все вы пришли с ним нас репортерства с такой с полевой работы я просто вот как человек работающий с микрофоном на улице ну сейчас меньше степени потому что карантин это всегда уважаю это журналистика так сказать вот прям от самого земли к звездам вот они профессионалы но они на работе на не выполняют приказы которые им дают вот и все какой-то там идеология по поводу того что они говорят я не вижу и если завтра скажут что нужно отдать им бас срочно украине отдать крым я уверен что они настолько опытные настолько образованные люди что они найдут прекрасные аргументы и гляди-гляди через 5-10 лет на работы над тем что нужно докупировать территории соседнего государства они даже смогут убедить частично российскую аудиторию но пока этот сценарий он фантастический ну смотрите роман должны в таком случае нести ответственность за свою пропаганду антиукраинскую я имею в том смысле что если мы вспомним историю то очень многие пропагандисты особенно в германии в 30-х 40-х годах годах я не буду называть фамилии понесли за это ответственность поэтому они могут быть профессионалами но ответственность должны они нести за то что они совершили или или нет вы знаете однозначно если простой вопрос туда только я должен вас поправить ответственность они понесли не в 30-х годах а в сорок пятом году после того как третий рейх был уничтожен да 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 все про и и в данном случае конечно у нас тоже в украине любят поразмышлять о том как будет здорово смотреться путин в гаги но история и реалии таковы что я просто не вижу пока предпосылок чтобы российская российский политический класс был разрушена и эта страна каким-то образом изменила свою логику роман смотрите я я извиняюсь раз перебиваю я имею ввиду именно пропагандистов солодьевска беева шенин попов и вот эта целая группа людей которых вы лично знаете не должны ли они нести я не говорю про политический истаблишмент россии я говорю именно про пропагандистов вообще-то я даже не соглашусь с термином пропаганда и пропагандисты потому что это слово она в данном случае хоть и в таком негативном смысле используется но пропаганда бывает и здорового образа жизни и борьбы с куриниями всякого другого хорошего в данном случае это не пропаганда это называется информационное преступление это совсем другое если они обнародуют на вымышленные сюжеты вымышленные новости которые заставляют других людей идти на воевать умирать и то есть это ведет к тяжким последствиям и понятно что за такие деяния ответственность должна быть но до суда тут опять же далеко видите дональд трамп на джерелинов подбросил но не спешит объявить эмбарго российской нефти а вот так вот могло бы все быстро измениться роман а вот например нужно ли скажем украине сделать свой пул своих пропагандистов ну как известно добро должно быть с кулаками может быть стоит кому-то из известных украинских журналистов к сожалению мы не знаем очень многих заняться вот точно такой же вот вещью как пропагандировать и давать отпор как вы считаете знаете сравнивать как бы на российскую и украинскую модели средств массовой информации просто некорректно у нас так невозможно точно так же как невозможно мне кажется в соединенных штатах где ну и же средства информации массовой информации которые не восторгаются президентом соединенных штатов 2 критикуют говорят что здесь он что-то не так сделал здесь и так далее так далее в россии же монополия на власти и это монополия на власть распространяется на на средства массовой информации здесь все государственные и частные каналы они транслируют тезисы кремлевской администрации поэтому я во первых не уверен что как бы это надо хотя иногда вот этот бардак в информационной сфере украины он конечно надо просто удивляет что у нас есть как минимум три но откровенно пророссийских каналов которые несмотря на все действия продолжают вещать и люди там с выпущенными глазами рассказывать что нет нет россия не агрессор как пока так тут он скажет так там же русские флаги они говорят да нет нет это это все на местные люди повесили так там же новейшие российские танки в модификации т-72 b3 которая никуда не экспортировалась кроме белорусов по моему и вот все вот эти вот любые аргументы в этом ключе они просто отбрасываются потому что но если человек или отрабатывают какую-то тему или он просто есть же люди они свои какие-то догмы верят как в бога и возможно даже если вы в дом залетает российский снаряд потому они считают что это сделали украинские военные которые стоят рядышком понимаете это же страдают от такого огня вот так вот свобода слова одной из главных составляющих демократического государства вы как журналист как вы можете оценить по десятибальной шкале а свободу слова в украине и как продолжение и влияет ли политический истаблишмент украины на свободу слова если это влияние шкале от нуля до 10 на 6 7 не объясню почему потому что говорит это ты можешь по большому-то счету найти средства массовой информации которая будет отвечать твоему внутреннему миру и твоим взглядом особенно внуш части внешней политики это не проблема но опять же каналы у нас самые раскрученные частные и соответственно в той или иной степени редакции зависят от политических и экономических интересов собственника средства масс информации не знаю насколько это плохо мне кажется во многих западных странах подобная система то есть получается так что есть финансовые экономические группы есть на политические партии которые за ними стоят и которые обслуживают и они же имеют средства массовой информации ну такой такая партийность как бы может быть в каком-то зародочном состоянии но она присутствует ну как бы там ни было у нас достаточно средств массовой информации где можно критиковать ну по сути всех и как бы с российской модели это просто не соизмеримо роман какого сегодня влияние рпц на общественное мнение в украине и мы давно уже не слышали когда-то был вопрос о том что церковь разделена украинское право я имею я говорю только о православной церкви что сейчас происходит с православной церковью на в украине но как таковой раскол церковный как интерпретирует это в россии он преодолен потому что теперь у нас есть своя автокефальная церковь православная церковь украины возглавляет ее эпифаний и они занимают вот во всех таких вопросах не церкви по что церковь это же продолжение общества и они раз занимают по всем вопросам про украинскую позицию они помогают военным помогают детям помогают детям которые остались в результате боевых действий без отцов занимаются такой как мне кажется вот благодародной деятельностью а есть то что так называемая украинская православная церковь московского патриархата одно время она у нас называлась рпц в украине так и называлась потому что она как раз входит и в подчинение кирилла они там за него молятся на регулярно но они как бы соответственно как мне кажется это такой деструктивный элемент с точки зрения государства они не признают украинских порядков они у них начальство очевидно в москве у них большие большое количество число сторонников но это как бы сути дела не меняет и вот эта история с коронавирусом она показала всю подлость этих ребят в лесах потому что они самые были активные нарушители карантина сейчас паска было 130 тысяч человек на посетили и именно только и храм они наплевали на решение зеленского на решение правительства что это значит я не против как бы чтобы люди там богу молились и куда они выберут какой храм они выберут их дело но смысл в чем они по сути ли поставили под вопрос продолжение карантина для всей страны а это значит экономические потери для всех если бы они пришли в храм и остались бы там на две недели на время обсервации тут это было бы прекрасно а сейчас получается что вот там на лавры где базируется как раз этот московский патриархат они стали главным разносчиком коронавируса потому что когда все говорили что ребята нельзя как бы тусоваться в одном месте нельзя целоваться ли целовать иконы без дезинфекции так далее так далее они посчитали что их боженька спасет есть смерть не среди этих священников глава глава лавры заболел и люди которые кричали о том что о том что это все вымысел почему-то и призывали приходить в храм и молиться когда заболели сами почему-то не на бога начали надеяться а помчали все больницы вы не знаете почему на бога надеюсь а сам не плохой а роман мы сейчас уходим на рекламную паузу оставайтесь пожалуйста на линии дорогие радиоуслушатели мы вернемся через пару минут спасибо мы возвращаемся в программу политинформания радионародная волна чикаго и сегодня у нас в гостях замечательно украинский журналист роман цимбалюк он шеф корреспондент информационного агентства униан роман вы с нами конечно обязательно и с вами спасибо перейдем более такой а может быть международной политики и главный вопрос надо ли украине вступать в нато и если да то почему и что это украине даст слушайте давайте попробуем поразмышлять логично украина с момента образования не как независимого государства в девяносто первом году все это время дом сегодняшнего момента включительно мы являемся нейтральной страной мы ни в какие военные блоки не входим отдали ядерную бомбу и сделали еще много на разных глупостей в вопросах безопасности и вот пришел прекрасный 2014 год и страна которая гарантировала нам суверенитет независимость и главное неприкосновенности границы она отжала часть нашей территории а именно 7 запятая и кажется два десятых процента а продолжает вести на войну против украины и теперь задаемся вопросом правильно ли мы делали что весь этот период были настолько они дальнозоркими не могли предвидеть таких последствий и не вступали никуда и сейчас конечно когда на фоне вот этого вторжения именно страны нато оказывают украине военную финансовую и моральную и санкционную санкционное давление на россию и вся эта поддержка в сумме она как бы говорит что ну если кто-то и может помочь и поддержать украинское государство это запад и вступать и интегрироваться и стремиться стать частью вот этих вот блоков которые созданы в этой части мира и экономических как если военных как нато вполне логично для меня альтернативы другой нет но нюанс в том что даже сейчас после всего того что я вам сказал чуть больше половины граждан украины за интеграцию вступления в альянс то есть очень многие так ничего и не поняли я думал что должно быть в каком процентном отношении примерно я прошу прощения вперед как у процентном отношении вот эта часть граждан хотела бы условно говоря по моему я вот последний вопрос не могу сказать вам точно когда я его смотрел где-то 54 до 60 где-то так чуть но то есть я имею ввиду что это можно так сформулировать как вы на пограничное состояние потому что общественное мнение тоже не константа всегда может по каким-то позициям мнения общества качаться и вот здесь вот она может так очнуться и будет меньше 50 процентов вот я в этом плане так что еще все у нас впереди но мне кажется просто политика россиян такова что украины особо нет вариантов вот сейчас при зеленском об этом меньше стали говорить но что-то мне подсказывает будут следующие выборы и эта тема она вернется плюс не забывайте у нас в конституции в преамбуле написано что он на то есть наше все естественно роман мы хотели бы затронуть тему у восточной украины болезненная тема мои тесть и теща они сами из донецка и когда я спросил у своей тещи их хотела бы ли она поехать в донецк на могилу своего отца она сказала пока там находится бандиты к сожалению посетить могилу своего отца я не могу а такой вопрос по предложению дмитрия гордона известного журналиста и бизнесмена он считает что вот восточные территории украины надо оставить в покое не забывать о них поставить блокпосты или по израильскому типу окружить значит забором и заниматься своей экономикой чтобы когда значит вот этот анклав увидит как украина поднимается они бы сами захотели вернуться в состав украины как вы видите решение этой проблемы но отчасти с дмитрием гордоном не я согласен только это уже все сделано это территориям действительно но может быть там нет забора как такового там окопов на километры нарыто и позиции для танков и для артиллерии все там есть то есть это тоже стена ничем не хуже а что касается оставить их в покое таких никто не трогает как бы слушайте мы же защищаемся и тут надо разобраться их атаково мирные жители пожалуйста приезжают в украину за и за пенсии за продуктами сейчас связи с карантином их никуда не выпускают там но это есть временная мера но тем не менее а насчет того что они сами вернутся слушайте эта территория под российским гнетом там еще у людей нет права голоса вообще понимаете вы думаете ну давайте так опять же вернемся 1 4 на 6 лет назад раньше донецк это было что это был экономический центр украины аэропорт по последнему на слову техники голливудские певицы и американские звезды прилетали выступать в донецк на донбасс арену и куча куча всего этот город и его выходцы руководили во многом украинским государством или оказывали влияние на политический курс теперь что аэропорт русские разрушили там комендантский час вот сейчас уже сколько в москве и в донецке соответственно в 2340 все там уже на улицу на улицу вы не выйдете и это длится внимание уже шесть лет в украине есть такое по решению суда есть такой домашний арест на ночное время так вот они весь этот регион арестовали на 6 лет понимаете когда вы говорите они вернутся ли они вернутся вопрос так не стоит если бы была возможность у этих людей вернуться то естественно они бы это уже сделали потому что украина это сейчас цивилизация потому что там где украина где украинский флаг пожалуйста банкоматы свободопередвижения самолеты хочешь ты с украинским паспортом стрелин с трезубом можешь полететь и в европу без визы пожалуйста и в россии от москве вот у меня я бы показал свой паспорт ну на полочке лежит а что у них они могут теперь поехать по своим аус вайсом которые выдают им оккупационной администрации исключительно в российскую федерацию и вы хотите сказать это что такие привилегии русского мира работы нет экономический коллапс и заводы русские освободители ну как бы попилили на металлолом вместе с шахтами и освободили местное население от этого и сейчас им предлагают бери автомат на русский мы будут те платить 15 тысяч рублей и будешь служить в каком там корпусе оккупационной оккупационной армии на 15 тысяч рублей это 200 долларов роман а я хотел бы уточнить но вот как мне кажется жители донецкой и луганской не считают себя украинцами как я это видел смотрел интервью и фильм выходил известные по моему пивовара пивоварова алексей пивоварова и они не считают себя украинцами как с этим быть подождите вы имеете ввиду на фильме пивоварова который сняли местные блогеры потому что он даст она конечно да именно это один а теперь внимание вопрос если вы в нем смотрели этот фильм потому что я его смотрел и с большим удовольствием то бы то что я сказал вот можете пересмотреть этот фильм вы убедитесь в том что то что я сказал это правда там девушка которая на главная героиня она говорит что цитирую ополченцы но они же мою машину не отжали как бы в четырнадцатом году у меня же маленькая дэо дэо матис если не ошибаюсь а то есть она проговаривает то что русские недоосвободители грабили этот регион она об этом говорит а по поводу того что они как бы не говорят об украине вы заметьте в этом фильме который делают люди на той территории они вообще избегают слов именно попыток проанализировать что произошло в регионе то вообще то есть они просто вот текущий момент зафиксирован и все а знаете что если вы скажете публично там что-нибудь по поводу украины позитивная вас просто посадят на подвал и все эти люди это прекрасно понимают поэтому они никаких вопросов не внеем не затрагивают касающиеся войны и мира что же там произошло кто виноват как же это так но даже там про скальки проскальзывают вот эти вот мысли кто грабил этот регион после освобождения как они тут россии рассказывают полуостров крым тоже непростая тема для украины лично для нас сомнений нет том что полуостров крым оккупирован аннексирован в этом случае вопрос касается украина несет ли ответственность за то что крым не развивался так как мог бы развиваться и поэтому как быция россия так легко его выражается временным языком отжала вы знаете вы как бы немножечко здесь манипулируете в том плане что это на россии они так действуют они живут темы войны и мир вообще стараются не трогать и как бы говорят вот украина там их плохо кормила какие-то регионы у них там коррупция поэтому произошло то что произошло все регионы украины они развивались во многом так как и все остальные и зависели в первую очередь от местных или именно полномочий у крыма было столько же сколько и у других регионов может быть дальше даже больше потому что у них во-первых была автономия при украине и я не принимаю такие заявления вот вы говорите а что он сейчас сильно развивается но я поэтому хочу узнать роман я хочу вы поняли извините что от первое что я хотел бы именно от вас услышать я я прекрасно понимаю чем вы говорите то есть для меня как и для всех живут для многих повторю для многих не для всех для многих живущих в чикаго крым эта территория оккупирована и аннексирована но мы хотели бы понимаете от вас услышать именно если со стороны украины упущение упущения какие-то в отношении этой территории вы знаете я вообще за то чтобы все несли ответственность за свои действия и главная вина украины в принципе что она настолько ослабела и подставилась под родной российский меч это я за эту ответственность не снимаю теперь что касается самого полуострова масса вещей которые там происходили но знаете у нас вообще в государство немножко по-другому устроена у нас может государство не слишком много дает но при этом она тебе не мешает жить именно и крым он прекрасно развивался за счет туризма все там было нормально а я сегодня хотел бы еще раз у вас просить о таком интересном человеке как михаил николозович сакашвили история с ним конечно стоит романа потому что вот он был губернатором одесской области потом как-то и его изгнали теперь он готовится к возвращению на какую должность никто не знает но готовится как-то он какой-то интересный такой наверно триггер какой-то политики политического клана украины вот это вот так бы я бы выразился я согласен мне кажется его судьба нам очень интересно мне когда-то напишется много книг о нем но на сегодняшний день получается что у зеленского нет возможности даже через свою фракцию про продавить это назначение никто нам не объяснил какую функцию на него хотел бы возложить зеленский потому что у нас же не президентская форма управления парламентской президентский вот сейчас это становится очень четко ясно что если парламент не контролируется президентом по президент превращается в английскую королеву но в нашем случае конечно гетьмана но решение нет поэтому ну вот эти вот размышления на тему какую же должность ему могут предложить ну у нас сейчас я не просто так о кадровом голоде говорил у нас там порядка десяти тысяч вакантных должностей варианты есть как бы но мы же говорим о правдении каких-то изменений на уровне государства и даже если бы его назначили вице-премьером ну я не знаю у нас вице-премьеров много это вот соединенных штатах один на вице-президент первый как это не не первый но и не второй а в нашем случае это может быть абсолютно декоративная должность роман существует ли в украине политический голод на умных а интересных ароматичных политиков или есть люди которые ну к примеру возьмем так условно да если вдруг завтра владимир зеленский подаст в отставку чего я думаю не случится но допустим если люди которые а смогут его заменить на ваш взгляд такие места пустыми не бывают они однозначно что у нас сейчас как бы идет такое мне кажется обновление и вот зеленский и вообще вся партия слуга народа во многом это много новые лица и это говорит о том что общество устало от наших ребят которые сколько нам там 30 лет рассказывали не тонна про нато не то про русский язык не то еще на какие-то там исторические темы вот и народ вот попробовал нашим дорогой украинский таким образом по проект экспериментировать просто я хотел бы исходить из того что выбрали зеленского на пять лет ну вот ему еще четыре года пахать как рабу на галерах если на российской терминологией пользоваться а если выборы будут срок то вы знаете и лидеры подрастут и много людей могут заявить о себе своих политических амбициях потому что тот же зеленский он же сделал что у него был спринт на новый год он заявил что идет в президенты а 21 апреля то есть через небольшой срок он стал президентом украины так что тут тоже всякие могут быть возможности людей в украине талантливых достаточно не все уехали в штаты я знаю у нас диаспора большая в чикаго да да и есть есть украинская деревня целый район до роман такой вопрос юлия тимошенко это сбитый летчик политически и порошенко вот о двух этих людей хотелось бы пару слов услышать или все-таки у них есть какие-то еще перспективы влияния на украинскую политику ну они мастодонты очень опытные игроки вот просто надо определиться что значит сбитый летчик они же в парламенте они актив активной политики у них у каждого своя хоть небольшая но фракция на следующих выборах с большой вероятностью они свои позиции укрепят потому что ну так всегда бывает фракция слуг народа очень большая те кто власти они всегда разочаровывают потому что не оправдывает надежды и естественно людям за кого-то нужно голосовать и это будут раскрученные проекты так такие как европейская солидарность тот же бьют наш не знаю как подробности но если пророссийские силы и туда тоже часть на электоратом зеленского уйдет так что вопрос в том что могут ли они занять топ позиции вот сейчас кажется что нет но через четыре года все может очень сильно измениться отношения естественно россии и украины да это не просто сложные это катастрофические можно сказать да может быть стоит украине на какое-то время заморозить вообще какие-либо отношения с россией так как не с кем разговаривать в россии то есть просто вот взять заморозить из отношения и не общаться пока может быть в россии не придет адекватные с новым как говорил горбачев видением человек линиям до мышлением человек и вот тогда можно будет разговаривать потому что насколько я вижу насколько я интересуюсь этой ситуации разговаривать в россии не с кем на ваш взгляд а может быть стоит оформить развод уже окончательный ну развод он состоялся окончательно еще в девяносто первом году и сейчас это уже продолжение другой истории это военное нападение но вот в плане разорвать отношения так это уже все произошло этого никаких контактов по сути между двумя государствами нет мы встречаемся теперь в 90 процентов случаев исключительно с посредниками то немцы нас мерят с русскими то французы оба с е работает на этом направлении а никаких на переговоров нет ну то есть вот ну может быть вы скажете там посольство существует ну в каком-то усеченном формате да есть там дипломаты консульство работает вот такие люди как я могут москве получить украинский паспорт или продлить или еще что то но это же не но межгосударственном уровне никто сюда не приезжает и на российские чиновники к нам не приезжают тема которая на повестке дня ну вот был вопрос газа как бы как-то вы решили а с войной все осталось и вот сегодня была встреча онлайн встреча главы мид нормандского формата с посредниками о чем они договорились договорились договариваться так что такая ситуация тупиковая и она уже произошла я просто не думаю что после того как сменится или если она когда-то сменится власть в россии что-то изменится если честно роман живут ли сегодня в украине советские люди в чикаго кстати я бы сказал что есть советские люди а как вы видите есть ли в украине советские люди ну конечно я думаю что процентов до 30 врать вам не буду масса людей которые считают что если ты но то особенно в крыму многие заблуждались они считали что если придут будет поднят русский флаг и они смогут выполнить свою мечту умереть на в россии то пока они это еще не сделали смысле не умерли что там не изменится и тем самым народ хотел покататься на машине времени вернуться в свои сыты советские годы когда небо светило ярче колбаса была вкуснее но получилось так что крым захватили а потом когда случайно к медведеву какие-то бабушки подошли и начали плакать ему что как же можно за эти деньги жить за эту российскую нищенскую пенсию жительные в крыму то есть я не говорю что украинские пенсии там лучше как но но это точно не предъявка чему нужно стремиться вот а он говорит просто денег нет держитесь понимаете вот такой вот полет на машине времени но в свободной украине достаточно народа которые думают примерно так что вот он многим нравится тв картинка которая на россии что все одинаково все говорят одинаковые слова ну как в кпсс хвалят путина на путин летает на стерках грозит им на американцам с чикаго тоже так что будьте осторожны я просто знаю что у вас там летал самолет в преддверии 9 мая и они нацепили к этому самолету георгиевскую ленту как сейчас называют его символом победы но почему-то ввели этот символ победы в 2005 году когда президентом уже был путин спустя это сколько 60 лет после событий 45 а у нас остается не так много времени нам сейчас напомнить сколько у нас еще есть две-три минуты даже одна минута вот мне в этом году исполнилось 50 лет я хотел бы дожить до 120 как вы считаете вот в этот период времени до 70 лет если варианты того что я увижу отношения украины и россии будут именно сестринскими братскими по-разному можно называть или это все-таки печально история закончена коз закончена если надежда у меня сестринских и братских отношений быть не может в принципе они не могут так называть в россии в том случае если в конечном итоге захватит всю украину потом будет это все распространять но на каком-то этапе на отношениям на в любом случае нормально могут нормализоваться то есть как это на работает обычно окончание войны и после этого мы считаем 20 лет чтобы как минимум изменилось поколение чтобы не выросли люди которые у которых которые эти ужасы войны они все-таки они о них узнают как в учебниках истории или в каких-то фильмах они это лично не переживают и потом какие-то контакты возможно они сейчас есть ну как сказал наш министр иностранных дел что другой россии у нас нет это наш сосед и как то мы будем жить рядышком но мне кажется сам план ваш прожить еще 50 великолепно да очень оптимистичные я даже должен сказать что я возьму на вооружение я хочу вам пожелать то же самое прожить долго не болеть к сожалению наша передача заканчивается сказать вам огромное спасибо за ваше интервью и я надеюсь что это не последнее интервью мы не прощаем мы не прощаемся нашим радиослушным большое спасибо и берегите себя всего хорошего спасибо спасибо